при увеличении оборотов образуется разрежение выхлопных газов не должно быть может быть только всем привет друзья хочу показать простой народный способ как узнать хотя бы первично визуально какой износ поршневой системы ну и вообще состояние двигателя заводим двигатель и откручиваем маслозаливную крышку крышка должна вот так прыгать но ее не должно выбрасывать не должно быть выхлопных газов может ввести немножко пар ну и чуть-чуть масла совсем немного если положить вот так крышку и прибавить оборотов при увеличении оборотов образуется разрежение и крышку должно притянуть на некоторых автомобилях с неисправной поршневой выдавливают щуп давлением кто выбирает машину смотрите если здесь подкладывают разный целлофан значит выдавливают щуп выхлопных газов не должно быть может быть только немного пара при открытии дроссельной заслонки увеличиваются обороты разрежением затягивает больше воздуха и одновременно разрежением затягивает воздух из под клапанной крышки вернее картерные газы и масляный туман они попадают в камеру сгорания и догорают суть простая если при увеличении оборотов крышку не притягивает а наоборот выталкивает то большая вероятность что выходят газы возможно неисправно поршневая система но надо учитывать что вывод картерных газов должен быть подключен иначе разрежения не будет обязательно надо посмотреть выхлопную трубу какой дым идет если идет сизый дым с характерным таким запахом горелого масла значит двигатель потребляет масло можно поставить листок бумаги выхлопной трубы и посмотреть нет ли капелек масла посмотреть внутри трубы бывает снаружи трубы такое характерное масляное кольцо и которое говорит что есть расход масла и ну и так далее в общем вот такая первоначальная проверка после которой можно решить проверять дальше машину или нет конечно если кузов в хорошем состоянии практически в идеале но все проблемы в двигателе то в зависимости какая цена можно такую машину взять сделать ремонт двигателя и ездить друзья кто не подписался на группу вконтакте обязательно подпишитесь вся новая информация и обсуждение неисправности будет именно там ссылки будут под видео в описании и также в первом закрепленном комментарии пишите свои комментарии ставьте лайк если видео было полезным всем пока